Концерт окончен, музыкант задержан. В Крыму сотрудники ФСИН пришли на вечеринку к диджею из Екатеринбурга, который вместо того, чтобы мести улицы, разъезжал с выступлениями по всей стране. Артемия Стикачева приговорили к исправительным работам за пьяное вождение, но трудиться он не спешил. Подробности у Дениса Новожилова. Это последний диджейский сет Артемия Стикачева перед отправкой в СИЗО. Улыбчивый музыкант зажигает танцпол в одном из заведений Крыма. То, что Стикачев отдал не все, его поклонники не знали. В отличие от сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Уральский артист, выступающий под псевдонимом арт-диджей, задолжал государству 280 часов исправительных работ. Трудовую терапию Артемию Стикачеву назначили как наказание за вождение в нетрезвом виде. Но вместо того, чтобы мести улицы Екатеринбурга, он крутил пластинки в ночных клубах по всей стране с обязательными отчетами в социальных сетях. Этот человек от такого исполнения вида наказания отказывался. Естественно, были направлены документы сотрудниками, инспекторами уголовной исполнительной инспекции по Кировскому району Екатеринбурга. В отдел розыска направил документы в розыск. Попался Стикачев, как это часто и бывает, по собственной глупости. Музыкант разместил на своей странице во Вконтакте афишу мероприятия, в котором должен был участвовать. Даты, время, место, крымский поселок Поповка. Полицейским оставалось лишь приехать на вечеринку. Недолго музыка играла. Этот снимок был сделан в момент задержания диджея. Испуганный вид. Там же, в Крыму, Артемия Стикачева заключили под стражу. В ближайшее время суд должен изменить ему наказание на более строгое. Денис Новожилов, Вадим Четвертков. Вести. Дежурная часть. Денис Новожилов, Вадим Четвертков. Денис Новожилов, Вадим Четвертков. Денис Новожилов, Вадим Четвертков. Денис Новожилов, Вадим Четвертков.